Добрый вечер! На телеканале Видное ТВ продолжается проект «Разговор с депутатом», в рамках которого мы встречаемся в своем эфире с народными избранниками из нашего окружного совета. Сегодня у нас в гостях Александр Баюклин, депутат Совета депутатов Ленинского городского округа по избирательному округу номер 7. Добрый вечер, Александр Васильевич. Добрый вечер, Дмитрий. Добрый вечер, друзья. Давайте для начала для наших зрителей напомним, за какую территорию вы отвечаете, потому что, может быть, жители и зрители наши даже не знают, что именно вы представляете интересы их в Совете. Мой округ разбит на два участка. Один – это в городе Видное, это улица Садовая, Лемешка, на все наши переулки. В совхозе – это 11 домов с 3 по 11 и 18, 20, по-моему. И деревня Маловидное, где, к сожалению, стыду еще не было ни разу. Но все равно это достаточно обширная территория. Да, она очень большая, очень неудобная. Почти год уже прошел после выборов. За это время чего уже удалось достичь и какие проекты были реализованы? Знаете, у меня нет привычки считать то, что уже было, то, что уже сделано. Ну, так по мелочи люди обращаются и каждое обращение отрабатывается. Но я привык смотреть вперед и думать о том, что надо сделать еще. Ну, а с чем люди больше всего чаще всего обращаются? Какие проблемы их волнуют? Чаще всего, да практически почти все – это бытовые проблемы. Это ЖКХ, это, ну, в нашей части, на нашем примере, это крыши, проезды. Вот недавно выходили на территорию с Исланом Борисовне Степиной, ну, с большой командой. Пионерский переулок, дом 9, это где магазин 30-й. По благоустройству этого двора там все запущено. Позавчера, по-моему, выходили на строительную, в том же составе, даже еще больше бригада, там дома 10-12 надо благоустроить, там тоже все запущено. Ну, и вот так вот, по территории очень много. Больная проблема, на школьной с марта хожу по всем инстанциям, уже по третьему кругу, наверное, это школьная 12А, это литерный дом в глубине напротив первой школы, там проезд небольшой, и люди 11 лет пытаются его заасфальтировать. Пишут везде, не получается. Я тоже пишу, тоже пока не двигается. Но надеемся, что сдвинем. Ну, смотрите, депутат все-таки не волшебник. Абсолютно. Да, и когда какое-то обращение от жителей приходит, должен пройти какой-то срок определенный, когда проблема должна быть проработана, согласована, и потом уже реализована. Вот расскажите на каком-нибудь одном примере, как долго все это может длиться? По-разному. Некоторые проблемы решаются просто вот в лед. Написал письмо, и на завтра уже. Ну, вот, например, мы высажили вишневый сад, и затянули. Просто из суеверия не говорили об этом заранее. И буквально накануне я обратился и к Алексею Петровичу Спасскому, и к Станиславу Николаевичу Радченко с просьбой помочь там, ну, технически. Потому что сажать-то сажать, но нужны трактора, нужна разметка и так далее. И реакция мгновенная последовала. То есть выделены люди, пришли и дорсервисы, и кого только не было, а разметку сделали. Другие вопросы, как вот с этим многострадальным домом на школьной, тянутся, я говорил, уже с марта. Не понимаю, почему. Хотя все вроде итерации регламентные выполнены не по одному разу. То нет денег, то включим, но не получилось. И вот какая-то такая непонятная тягоматина. Ну, это рутина, обычное дело. А связываете ли вы некоторые просьбы жителей, допустим, связанные с тем же ЖКХ, с какими-то бытовыми вопросами, с тем, что, если говорить о старом городе, что там фонд все-таки жилой и достаточно старый уже. Ну, ветхий, ну, не ветхий, но дома уже относительно старые. Все-таки не новостройки. Слово ветхие у нас всегда вызывает предельное раздражение, потому что, чтобы вы понимали, дома у нас с метровыми стенами. Метр толщиной стена кирпичная, сталинской кладки. И снос этим домам не будет. Вот. В ветхость пришли коммуникации, в ветхость пришли крыши. Во многом пришла территория, но это не ветхость, это запущенность. Ее надо исправлять. И таких обращений много. Мы сейчас готовим. Мы уже подготовились. Собственно, я, если на этой неделе не успею, то на следующий точно подам обширное обращение к главе округа с тем, чтобы работы по благоустройству территории в целом включили в бюджет следующего года. В первую очередь, это крыши. Вот в наших всех домах их надо привести в единый красивый вид. Тротуары, какие-то препятствия, потому что там сейчас у нас альтернативное школьное движение и так далее. Но самое главное при всех этих работах, мне кажется, сохранить именно тот вид, к которому привыкли все коренные видновчане, жители не только старого города, но и вообще остального, которые любят там гулять, потому что это действительно как объект культурного наследия наш. Это никак. Это и есть объект культурного наследия. Это даже не первая очередная задача, это условия. Исторический вид нужно не просто сохранить, его нужно привести в порядок. В первую очередь, в тот вид, в котором он был, когда построен был. И я говорил, что мы ходили на строительную, это тоже старый город, это часть нашего ТОСа, и там просто в ужасающем состоянии территория. Это все надо приводить в порядок. И этим должны заниматься не только люди, живущие там или наш ТОС, а тем, в первую очередь, руководство округа должно заниматься. Потому что это визитная карточка города. В своем ответе на вопрос вы упомянули посадку Вишневого сада. Это происходило не так давно, буквально там в начале октября. Давайте посмотрим сюжет, как это было, ну и просто вспомним. Давайте. За благоустройство территории на Садовой улице территориальное общественное самоуправление «Старый город» боролось долго. Идея посадить Вишневый сад на так называемой Старой площади появилась около 9 лет назад. У нас очень много возрастных людей, которые будут гулять здесь. Они и так гуляют, просто негде даже присесть. Они будут присаживаться и наслаждаться этим садом. А весной он будет свистеть. В данной акции приняли участие более 50 человек. Многие из них – жители ближайших домов. Самое главное, мы сажаем это для будущего поколения. И с удовольствием будем смотреть на эти деревья, которые будут в будущем свисти и радовать наших жителей, нашего города. Нас радовало 55 лет тому назад, который этот яблоневый сад. А теперь пусть через энное количество лет будет радовать Вишневый сад. Среди участников акции было немало семей с детьми. Ребята помогали в высадке деревьев. Третьеклассница Софья Дугина старалась все сделать самостоятельно, что в силу юного возраста давалось непросто. Сложно и хорошо. Думаю, что ты совершаешь хорошее дело, потому что сажаешь деревья. Деревья же дают кислород, а без деревьев жизни на земле бы не было. За несколько часов на Садовой улице было высажено около 120 саженцев фишни трех видов – Прима, Метеор и Памяти Вавилова. Помочь в озеленении территории решили многие активные жители округа. Несколько декоративных кустов в подарок привез с собой с поселка совхоз имени Ленина Артем Грудинин. Обеспечил перекусом участников акции предприниматель Максим Арапов. Наша общественная деятельность, она не ограничивается совхозом имени Ленина. Мы помогаем и хотим помогать жителям на всей территории Ленинского района. Это как бы наш общий дом. Я считаю, что посадки нужно делать не только в новой части города, где, безусловно, строят высокие дома, а обычно в полях, и там нету деревьев. Но также нужно и восполнять новые посадки, новые деревья и растительность в старой части города. Каждый из сортов устойчив к заморозкам и дает хороший урожай. Пройдет несколько лет, и жители Видного, оказавшись на Старой площади, смогут погулять по тенистой аллее и насладиться ароматом цветущей вишни. Александр Столяров, Александр Логинов, Сергей Ларин. Видное ТВ. Все-таки не зря называют «Видное» городом-садом. Вот вы тоже внесли свою лепту, получается. Спасибо за сюжет. Очень приятно его видеть. Мы не снимали, к несчастью. Скажите, а как часто вообще проходят встречи с жителями? Вот я имею в виду не только на таких акциях, а просто, допустим, встречи, где обсуждаются какие-то актуальные вопросы? Ежедневно. То есть это непрерывный процесс. Но надо понимать, что мой округ – это мои соседи, в первую очередь. Я прихожу домой с работы, у меня в ящике лежат обращения. Мне на телефон звонят на работу и вечером, и ночью, и когда угодно. И это происходит непрерывно. Мы не очень часто, к сожалению, бываем в совхозе, но это понятно, потому что тяжело разорваться. Но и там тоже регулярно проводим встречи. А у себя здесь, на Саду, и для Мяшка – постоянно. Ну, наверное, это удобно достаточно, да? То, что вы там и живете. Я не знаю. Но зато… Личной жизни нет. С другой стороны. Зато вы всегда будете следить за территорией, потому что вы там сами живете. А вот мы все живем сейчас в условиях пандемии, уже там практически весь год. Была когда самоизоляция весной, тяжелое время. И во многих людях проснулись такие черты, как сострадание, солидарность, помощь ближнему, и не только ближнему. Какая поддержка была оказана жителям? Что ж так проснулось? Оно живет всегда во всех людях. Ну, просто оно, может быть, стало более заметно. Назовем это так. Мы с первых дней, даже еще до объявления пандемии, у нас есть такая форма взаимодействия, как всем известные чаты, да, в WhatsApp. У нас тост старый город, это один большой чат. И, ну, не соврать бы с марта, наверное, мы ввели такую обязательную форму, как перекличка ежедневная. То есть у нас есть старший по палате, кстати, виртуального госпиталя, который Светлана Валентиновна объявляет каждый день перекличку, и все откликаются там. Дом такой-то. Нормальный, нормально, нормально. Откликаются в основном делегаты от домов, потому что, ну, так устроен ТОС, у нас, он разбит, у нас 105 домов, и от каждого дома есть делегат на конференции. Вот этот делегат отвечает за весь дом. То есть он обзванивает своих и отчитывается. Те, кто заболел, обращаются. У нас есть свой виртуальный госпиталь, опять же, оказываем консультативную помощь. Вот до августа, с марта по августу у нас было пролечено 50 пациентов, сейчас уже 19 на руках. Причем география выросла, не только наша уже. Вот, мало того, я ошибусь, наверное, с датами, но буквально сразу, тогда же с марта, мы организовали свою волонтерскую команду. Значит, ее возглавила Савина Забирова, мой помощник. Она связалась с городской, с окружной уже теперь командой. И они провели перепись пожилых наших, значит, согласовали списки в администрации и регулярно обеспечивали их посылками, там, всем необходимым. И эта работа сейчас запущена вновь, потому что, ну, волна идет. Вы упомянули совхоз, сказали, что, может быть, не так часто там бываете, но, тем не менее, вы сейчас также являетесь общественником, но на этой территории, не только за те дома, которые вы отвечаете. Да, мы организовали общественное движение «За-за-за», за людей, за совхоз, за достойное будущее. Это было вызвано необходимостью, потому что, ну, так устроена местная структура взаимоотношений, все принадлежит «Зау». Да, тротуары, фонари. И очень трудно добиться выполнения банальных каких-то вещей. Вот обращаются люди, это не мой округ, это округ Марии Викторовны Гаевской, но мы вместе, поэтому. И вместе реагируем. Дон номер 16, там проезд организован, выезд на МКАД, и там транзитные машины летают, просто люди боятся переходить, там много детей. И мы для себя изобрели такую интересную форму взаимодействия с Павлом Николаевичем Грудининым. То есть мы выходим, опрашиваем, собираем проблемы и начинаем что-то делать. Он нам делать этого, естественно, не дает, потому что земля и вовсе его, но поскольку шум пошел, и люди уже смотрят, кто же сделает, он вынужден это делать. Но если люди сами хотят, почему он не дает возможности? Нетрудно объяснить логику Павла Николаевича, я, честно говоря, сам не понимаю, логику действий. Есть вот два дома стоят, в одном доме люди пришли к нам на собрание, там 15-15, а в другом не пришли. Вот там, где не пришли, он провел капремонт, а там, где пришли, два одинаковых дома, абсолютно разная ситуация. Ну, сейчас мы ее переломили, вроде бы. Вот. И вот оно, может быть, выглядит смешно со стороны. Я знаю, что есть целое сообщество, которое, мягко говоря, иронично на это смотрят и в интернете, и везде. Но для нас важно не попиариться, а сделать дело, оставить вот что-то законченное. И мы этого добиваемся так или иначе, поэтому я считаю, что это очень полезно. Если вкратце, то какая основная задача этого общественного движения? Сохранить то, что было. Там, безусловно, замечательные совершенно условия были сделаны, пусть не для всех людей, но тем не менее. И наша задача эти замечательные условия распространить и на старую часть. Мне так везет, у меня здесь старая часть, и там старая часть. Вот на старую часть поселка совхоза и на будущее там, наверное, будут еще что-то строить, я не знаю, опять же, планов за ум. Так что бы, ну вот одно из дел, наверное, вы слышали, нашумевшая эта история с Дома культуры. Неизвестно, каким образом. Я считаю, что это абсолютно преступная схема, когда вот такие здания государственные выводятся в частную собственность, и каким образом она оказалась в собственности капиталистического предприятия, по сути. И речь не только о совхозе, речь и о горках Ленинских, те же там, то же самое. Но в любом случае, как бы то ни было раньше, это надо приводить в порядок и передавать в муниципалитет. Я обращался на совет депутатов, и мы писали письмо от имени движения на главу округа с тем, чтобы побудить его инициировать процесс возврата. Не только ДК, есть еще совершенно безумные ситуации, когда начальник территориального отдела, его аппарат сидят в доме, который питается от генератора, потому что хозяин территории отключил им свет. Ну, это, ну, блин. Одно дело, когда там какую-то стоянку он отключает, еще можно подумать, что у них какие-то там неприятия взаимные, но здесь государственное учреждение, здесь чиновник, который обеспечивает порядок на этой территории. Но сейчас уже как-то дело сдвинулось на той точке? Или все-таки диалог найти труд? Да, диалог очень вязкий, очень вязкий. Вот со стороны это выглядит вроде как правильно. Начинаешь разбираться, и совершенно неверно. Нет, еще работают генераторы. Ясно. Мы будем надеяться, что все-таки рано или поздно здравый смысл восторжествует. Это будет. Да, если говорить о ваших проектах и планах на будущее, вот я вижу, что вы с собой принесли какие-то документы, которые мы можем сейчас, наверное, показать. Мы уже говорили про Вишневый сад. Это все. И эта территория безымянная, ну, нейм так называемый, да, которую кто как только и называл, мы предложили ее назвать Вишневый сад. Вишневая площадь, ну, наверное, это не приживется, а вот старая площадь, наверное, более вырастет. Так вот, эта территория находится на улице Садовая. Там раньше был пруд, когда-то давным-давно пожарный пруд. Потом там был рынок, потом там были стоянки, навалы, снега и так далее. Нас все это безумно раздражало. Потом там решили построить некие здания. Вот, и мы начали защищать эту территорию. И вот 10 лет, фактически, мы ходили, значит, пытались поставить хоккейную коробку. В прошлом году, спасибо Валерию Николаевичу Венцелю, который вот первый из всех глав, прям вот двумя руками поддержал, мы ее поставили. Она сейчас стоит, среднеолимпийский стандарт. В этом году мы посадили Вишневый сад. Это вторая часть проекта по защите этой территории. Ее нельзя просто сказать, это наше, и не трогайте. Если вы хотите ей заниматься, вкладывать в нее. Мы должны заниматься ей. И это в уставе то, что записано. Вот мы и занимаемся. И вот это вот третья часть. Есть такой замечательный у нас молодой человек, его зовут Женя Апрель, он мне не говорит настоящую фамилию, я ее не знаю. Но он урбанист, дизайнер, и он нам всегда помогает бескорыстно. Покажите. Да, он нарисовал вот такую концепцию. Значит, как можно эту площадь преобразовать? Я не буду все показывать, здесь очень много. Это вот вид сверху. Вот успокоительное движение, развязка вот этого перекрестка. Там с Металурга сейчас выскакивают вот здесь машины. Где-то эти проекты можно посмотреть в интернете, может быть? Нет, это совсем свежие. Вы первые. Понятно. Эксклюзив. Эксклюзив, да. А это вот варианты того, как может быть, как может выглядеть эта площадь в будущем. Нам предстоит еще собраться с Советом ТОС и обсудить, какой из вариантов мы будем отстаивать. Потом, наверное, как было принято и раньше, мы выйдем с предложением к администрации провести конкурс на лучшую концепцию. Может быть, кто-то еще принесет что-то. В любом случае, один из них, я надеюсь, будет принят. И мы будем просить и Минкульт, который тоже должен в этом поучаствовать, и руководство округа включиться в эту работу, профинансировать. Приблизительные сроки, если все будет удачно складываться. Мы надеемся, что в следующем году будет запущено. Там еще проектирование, но поскольку мы все же ТОС, у нас немножко другие взаимоотношения с проектантами, мы не связаны жесткими рамками там вот разных законов. Мы можем напрямую обратиться к человеку, сказать, нарисуй, пожалуйста, и предложить, и принести уже готовый проект. Это самая большая, самая длинная часть работы обычная. Я надеюсь, что мы ее проскочим быстро, а потом, если все сложится, звезды сойдутся, внимания руководства. Тогда будет очередное красивое место в нашем городе. Мы очень надеемся. Наш эфир, к сожалению, подходит к концу. У вас есть возможность напомнить нашим зрителям, как они могут к вам обратиться, не к вашим соседям, которые заваливают ваш ящик письмами, а к тем, кто, может быть, живет в совхозе или где-то. Когда вы ведете прием граждан и где? Каждый второй четверг мы меняемся с моими помощниками, с помощницей, точнее, получая где-то там, то здесь. Каждый второй четверг в совхозе с 17 до 19 в здании библиотеки, к сожалению, там нет возможности по понятным причинам везти где-то еще. А в Видном тоже каждый второй четверг тоже с 17 до 19 лемешка 15 в здании городской администрации на втором этаже, там домофон, позвоните. Ну, там все готовы, все ждут. Ну, а есть... Мои приемы проходят интересно, мне всегда помогает территориальное дело и так далее, значит, мы с большой командой принимаем. Ну, это комплексный подход сразу? Абсолютно, да. А если телефон какой-то, как вам записаться на прием или сразу? Телефон... Нет, не надо никуда записываться, просто приходите и все. По телефону можно позвонить, он опубликован на сайте, специальный депутатский телефон мы купили. На сайте администрации, да? На сайте Совета депутатов, да, вот под моей фотографией, там все это написано. И телефон, и почту. Да, и в заключении нашего эфира, совсем уже в заключении, все-таки, вот расскажите, алгоритм вообще решения какой-то проблемы, когда к вам обращается житель на каком-то бытовом примере? В любом случае, я прошу, и прошу меня понять, я прошу заполнить обращение к депутату, это формальный бланк, который дает мне основания прийти, ну, к тому же главе округа, и не просто нафантазировать, да, какие-то, ко мне обратились избиратели, как любят у нас некоторые говорить, а вот конкретное обращение конкретного человека, там паспортные данные, телефон, контакт, с ним всегда можно связаться. Вот он пишет обращение, пишет все, что его интересует, а дальше уже в зависимости от того, что ему нужно, я беру это в работу, либо так, либо это решается быстро достаточно, можно куда-то позвонить, попросить, что ребят обратите внимание, либо с этим надо серьезно и по пунктам разбираться. Большое спасибо за эту беседу, будем рады видеться в нашей студии еще, вот, а также на улицах нашего города. Я напомню, что в нашей студии был Александр Баюклин, депутат Совета депутатов Ленинского городского округа по избирательному округу номер 7. До встречи. Спасибо большое. Всего доброго, до свидания. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин